Приветствую вас, дорогие коллеги. Зовут меня Еремеева Фавина Александровна. Я работаю учителем начальных классов Харатиргинской начальной школы. Я не работаю учителем, я этим живу. И почему я выбрала именно эту профессию? Ещё будучи маленькой девочкой, я усаживала перед собой трёх своих младших сестрёнок и копируя манеры своего первого учителя, имени кого Михаила Александровича, учить их читать, писать, рисовать. Я не могу забыть его добрый глаз, требовательный мозговый голос, доброжелательное отношение к своим ученикам. И сегодня я ощущаю трепетную радость, вспоминай минуты, когда мы вместе с ним читали первые слуги, совместные прогулки, экскурсии, праздники, уроки путешествий. Всё это сохранилось в моей памяти. Уже тогда я только знала, кем я буду. И вот уже 30 лет я учитель. И как мой учитель брал в руки у нас, его учеников, так и я не могу совершать свой трёх из анализов без моих юных педагогов. Дети умеют учить лучше взрослых, они говорят и действуют открыто. Я убеждена, что если учителю не хватает времени на то, чтобы услышать каждого ребёнка, дети начнут приспосабливаться, говорить то, что от них ждут. Выход вижу в открытых вопросах, общение с ребёнком нараво. И только в этом случае на моих занятиях будут настоящие общения, взаимные учения. С чего начинается мой день? С урока. Собираясь на уроке, я преследую цели. Должно быть всё понятно и интересно. Конечно, путь познания труден и тернист. Нужно прилагать усилия, чтобы чего-то добиться. Но перед каждым конкретным учеником нужно ставить только преодолимые для него задачи. Он должен постоянно находиться в состоянии успеха. Поэтому на своих уроках стараюсь создать проблемные поисково-исследовательские ситуации с целью включения ребят в творческий поиск решения поставленных учебных задач. У меня бурная жизнь благодаря моей любимой профессии. Мне не подскучать. Иногда кажется, что я чего-то не успеваю, не доделываю, не дорабатываю. Я учитель сельской школы. А это накладывает особую специфику на мою деятельность. Если школа далека от волнующих людей проблем сельской жизни, она вряд ли может рассчитывать на активную поддержку людей. Там же, где школа проявляет не просто интерес, а принимать живое участие в их решении, создаются предпосылки для оказания помощи школе и её подопечным. Такое взаимодействие со всеми структурами сельского социума даёт прекрасное воспитательное пространство, наполняет его особой событийностью, сопроживанием, сопереживанием, общностью интересов всех участников совместной жизнедеятельности. Наше сельское сообщество ставит вопрос о сохранении истории родного края, его духовных ценностей, народных обычаев и традиций. История каждого края уникальна и неповторима, а вместе с ним многообразна и богатая история нашей страны. Но в последние годы мы всё чаще видим стремление нашей молодёжи уехать из села в город. А это неизбежно приведёт к разрыву связей поколений, утереть традиции и обычаи своей местности. Как я решаю эту проблему? Создала свой авторский курс «Моя малая родина». Основное направление курса – исследовательская и практическая деятельность. Объектом этой деятельности становятся окружающие действительности. Какой же я вижу результат своей работы в данном направлении? Если мои ученики, окончив школу и получив определённый багаж знаний за её пределами, вернутся в свою деревню и продолжат дело своих предков, и более того, поднимут её на новый уровень развития, то это и будет наивысшей оценкой моей идеи. У каждого учителя складывается своя педагогическая философия и система мироозрения, которую они стараются привить к ребёнку. Моими принципами стали индивидуальный подход к каждому ребёнку, стремление раскрыть именно его таланты и вызвать в нём желание к саморазвитию, самосовершенствованию. Найти общий язык с каждым учеником и не подавлять в нём инициативу, такова цель моего общения с детьми. Спасибо за внимание.